Девушки и парни в шапках-ушанках. Водка и икра. Визитная карточка российской экспозиции на зелёной неделе. Официально Россия в этом году в выставке не участвует. Но какая зелёная неделя без российских продуктов, подумал предприниматель Юрий Носиков и взял организацию русского острова в свои руки. Выставочный комплекс Месси Берлин пригласил меня на переговоры. И так как я не первый год веду эту выставку, этот проект, зная меня уже не первый год, как технического руководителя этого проекта, они мне предложили в связи с тем, что с такими политическими условиями, взять этот проект под свой контроль и организовать хотя бы небольшую экспозицию Российской Федерации. Всего в этом году в Германию приехали четыре российских производителя. Зелёная неделя для них возможность показать свою продукцию европейцам. Директор компании «Дегейская соль» гордится своей продукцией, как и тем, что сумел приехать в Берлин, несмотря на высокий курс евро и отказ России от участия. Мы приехали с Кавказа. Мы приехали со своим национальным продуктом. Это национальный продукт, который патентован ни в одной стране мира, ни в одной национальности. Нет такого продукта, как наш продукт «Дегейская соль». Нами движет то, что народы должны общаться, хотя там наверху, может, какие-то недопонимания происходят. Поэтому мы действительно приехали, потому что мы востребованы сегодня здесь. Ещё один производитель приехал в Берлин из Томска. Компания «Сибирский кедр» готовится к выходу на немецкий рынок. Орехи, нуга, конфеты весной этого года должны появиться на прилавках русских магазинов в Германии. Кедровые орехи пришли с немцем по вкусу. Они на вид другие. Я не ожидал, что они такие ароматные. У нас не растут. И надо импортировать. Это не вопрос ценой только. Поэтому качество – это важно. Участвуют в российской экспозиции и берлинские предприниматели. Продают фигурный шоколад. А также алкогольные напитки. То есть народ пьёт с удовольствием. И то, что спрашивают, что это Путинка, водка Путина. И пьют с удовольствием. Россия на зелёной неделе в этом году без министра и вне политики. И даже участники с соседнего украинского стенда забегают перекусить на русский остров. Субтитры подогнал «Симон». Продолжение следует...